Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео о покупках. Накопилось всего помаленьку. Пособия, книги, такой географический чемоданчик от Буква Лэнда и несколько алмазных мозаик. Итак, давайте приступим к просмотру. Начнем со стопочки пособий. Первое пособие, которое вы перед собой видите, от издательства Аванта. Динозавры. Наблюдаем и изучаем. У нас уже есть подобная тетрадка из этой же серии на тему птиц. Очень нам понравилось. И, соответственно, я в коллекцию докупила еще на тему динозавров подобное пособие. Что мне нравится в этих пособиях? Здесь очень много информации именно по теме. Не так, знаете, как бывает, что пособие оформлено в стиле динозавров, но именно информации по данной теме очень мало. В основном какие-то лабиринты, посчитай, сочитай, найди, то есть такие больше развлекательного такого и общеразвивающего плана задания. Здесь именно очень много информации по теме. И эти тетрадки спокойно можно брать за основу ваших занятий, дополняя, предположим, энциклопедиями или как раз таки вот этими заданиями на логику. Но вот как основа они просто замечательные. Ну и плюс здесь, конечно, помимо каких-то энциклопедических таких знаний, содержится и задания тоже в том числе. Например, нарисовать, попробовать динозавра, обведи по контуру, вырежи, тоже все это есть. Очень хорошо составлены, очень мне нравятся эти пособия. Еще, по-моему, какая-то в серии в коллекции есть. Я вот подумываю над тем, чтобы докупить. Причем тоже можно адаптировать все эти задания вплоть до, мне кажется, начальной школы, а может быть и чуть позже, эта книга может спокойно деткам служить. Потому что здесь такие хорошие и опыты. Видите, здесь есть, это, конечно, такой достаточно распространенный опыт. Понятно, что, наверное, как сделать действующий вулкан есть везде, но почему нет, да, интересные какие-то вот таблички такие схематические, очень хорошие, очень понятные. В общем, мне нравится, мне нравится. Далее, вот такая книжка про животных, обучающие игры и задания издательства АСТ. Не очень мне понравилась эта книга. Я, когда я заказывала, было мало каких-то реальных фотографий, отзывов в интернете. Но когда вот она пришла, я ее полистала. Честно говоря, в восторге я не осталась. Тут что-то все подряд. И какие-то морские обитатели, и тут же динозавры, и тут же лесные животные, и тут же отчеловеченные животные. И задание вообще, например, покажи все, что нужно для рисования. Вообще не поняла я, о чем эта книга. Она такая, знаете, наверное, больше как активити, где собраны всякие вот как раз-таки лабиринты. Дорисуй там, найди, покажи. Но даже как-то тематику они не смогли выдержать. У меня вот ребенок любит, увлекается сейчас животными. Но что-то тут все подряд. Тут помимо животных, я смотрю, тут все собрали. И уроки уже в классе, какие покажи предметы нужны. И найди картинки не зеленого цвета и не в полоску. Короче говоря, все-все-все вместе. Или как-то вычленять эти задания. Ну или просто так куда-то с собой, может быть, взять. Что-то такое вот общеразвивающее, такое а-ля на логику. Найди, покажи, поделать. Вот соедини по точкам задания. Вот если бы я могла вживую полистать эту тетрадочку, я бы ее совершенно точно, 100% не брала бы нам. Ну, уже заказала, пусть будет. Далее, в Фикс Прайс привезли новую серию наклейчик. Я могу, мы очень любим эту фирму. Спасибо, Фикс Прайс, что регулярно привозят их различные пособия. Что для нас выбрала? Значит, тему реки и моря. Тут водные животные мира, коралловый риф. В общем, все на морскую тему. Пролистываю. Вы можете на паузу поставить, посмотреть. Ну, такие стандартные здесь наклейки. Тут, конечно, не так много информации, но понятно, что наклейки это как дополнение к занятиям. И мне тоже нравится, что тут не просто приклеить. Все равно есть вот эта вот информация, которую можно обсудить с ребенком, какие ему можно вопросы позадавать. Найди, покажи, сосчитай. Ну, и, собственно, рассмотреть картинку, приклеить наклеечки. Вот к нам, к подводному миру, к рекам и морям. Очень хорошее будет дополнение. Также взяла вот такой по временам года. Что мне понравилось в пособии по временам года? Я думала, не буду брать по временам года пособия, потому что и так у нас много всего. Но здесь мне понравилось, что по месячным временам года разбиты. Обычно как-то, знаете, вот зима, осень, лето, весна по сезонам, а тут прям каждый месяц. И можно с ребенком спокойно брать и каждый месяц заполнять страничку, вспоминать, да, чем интересен этот месяц, что обычно делаем, какие могут быть праздники. Ну и в конце здесь декабрь. И еще интересно, как происходит смена времен года. Также можно повторить, почему же, собственно, у нас времена года меняются. Дальше школа безопасности еще взяла из этой серии. Ну, тут понятно про безопасность, как дома себя вести, во дворе. Тут, кстати, достаточно уже больше текста, какие-то даже диалоги есть. Это хорошо, что делать, если случился пожар. В лесу как себя вести, кому можно доверять. Так, сейчас собираемся в лес. В торговом центре, в подъезде. И в городе, в интернете. И памятка безопасности. Ну, про безопасность никогда не бывают лишними. Ни пособия, ни книги, конечно же, нам взяла. И последнее, что выбрало для нас, парки развлечений. У меня ребенок тут как раз побывал в парке развлечений. Мы даже уже начали работать с этим пособием. Он когда увидел, что новые наклеечки, он сразу себе забрал. Мы сделали вот уже тему аквапарк и город профессии. Также здесь комната страха, веревочный парк, колесо обозрения, парк динозавров, надувной аквапарк, большая стройка, детский лабиринт, американские горки. Идеально, знаете, когда вы куда-нибудь едете, например, на отдых. И если вы собираетесь в парк развлечений, вот прям идеально с собой в дорогу взять. У меня ребенок вот тоже сейчас вернулись с отпуска. Там два или три раза ходили по разным таким развлекательным паркам. И он прям с удовольствием, вот по мотивам той поездки делает сейчас вот эти наклеечки. Клеит, сам просит. Далее я купила вот такое пособие «Ломоносовская школа. Узнаю звуки и буквы». Эту серию пособий очень хвалит Юлия Уткина. Она мне очень симпатично, очень нравится как специалист. Смотрю с удовольствием всегда ее видео. И, соответственно, по ее рекомендации приобрела это пособие на изучение букв. Подробно я, честно говоря, еще не смотрела, не листала это пособие. Но здесь все по принципу того, что мы учим звуки сначала, а не буквы. И начинаем все изучать с гласных, постепенно переходя к согласным. Вот. Ну и разные тут задания, занятия. Тут на каждую страничку, видимо, типа раскраски что-то. Ну и вот задание. Напиши букву, прочитай. Найди, обведи в кружочек новую букву. Найди, обведи на большой картинке предметы на данную букву. Обведи в вагончики с буквой. В общем, для закрепления образа буквы. Вот. Будем с ним делать, проходить, когда дойдем до букв. Вообще, я-то, конечно, всегда училась по классическому такому алфавиту АБВГД. Но сейчас всех специалистов, которых смотрю, все рекомендуют именно начинать по принципу звуков буквы проходить, а не в алфавитном, в привычном для нас порядке. Ну, будем пробовать. Буду экспериментировать со своим ребенком. Вот, значит, здесь буквы, буквы, буквы. И потом, по-моему, первые слоги. Да, вот и первые слоги здесь начинаются. Это еще буковки тоже. Последние занятия. И вот уже там первые слоги, первые какие-то слова в конце идут. Последнее пособие, которое я сегодня вам хочу показать, от автора Стива Марти, ученый, детская академия. Это вообще была серия пособий про разные профессии. Я очень хотела из этой серии про ветеринаров нам пособие и по нему позаниматься. Но, к сожалению, она, видимо, вышла из продажи. Нигде не смогла найти даже на авито это пособие. И вот себе на будущее взяла на тему ученый. Очень мне нравится, как составлены эти пособия. Очень интересные такие, нестандартные здесь задания идут. Значит, в рамках ученых здесь предлагается поговорить и попробовать себя в роли ученого-испытателя, ученого-лаборатории, ученого-астронома, ученого-изучающего Землю, ученого-биолога и также тут какая-то глава, посвященная научным материалам. Мы сначала знакомимся с разными учеными, какие были. И потом здесь начинается погружение, так сказать, в профессию. Ребенок делает различные эксперименты, представляет себя в роли, например, лаборанта, практикует измерительные навыки, немножко так погружается в химию. Биология здесь также есть. И вот, например, физика. И потом поздравляем, теперь ты квалифицированный ученый в лаборатории. Очень здорово, когда вы изучаете какие-то профессии, такие пособия брать в работу, как основу можно взять. Вот, например, здесь глава тоже, не везде найдешь для детей. Криминология, исторический детектив, необычные такие главы. Мне очень понравилась палеонтология, наука и идея. Ой, что-то пособие прямо на глазах у нас только разваливается. Ну, ничего. Ладно. Так. Ну и космическую тему дам. Тоже глава, посвященная космосу. Насколько велика Вселенная. Поздравляю, теперь ты квалифицированный ученый-астроном. Ну и так далее. Карту рисуем, ученые, изучающие Землю. Ну и так далее. До конца пособия. Очень много здесь полезной, нужной информации. Как-нибудь соберемся с мыслями. И как основу возьмем, тоже погрузимся с помощью этой книжки. Обязательно ее пройдем. Нравится мне. Теперь покажу книги, которые у нас появились. Купила продолжение историю про Клинкуса. Это вторая часть после дам лунных цветов. Мы уже прочитали первую часть. Нам очень-очень понравилась эта книга. И вот, собственно, продолжение. Вторая часть этой истории. У меня ребенок ее с нетерпением ждет. Первую мы проглотили буквально за несколько вечеров. Я вот в видео в предыдущем с нашей поездки подробно останавливалась, рассказывала про первую часть этой книги. Ну и вот, собственно, будем читать продолжение, как же дальше сложилась судьба главного персонажа и вот этого необычного городка Листвянки. Хорошие книги, скорее всего, будем коллекционировать и собирать всю серию. Далее. Вот такая книга. В предыдущем видео подробно про нее рассказываем. Это Максим Шугарев, ящерица, не птица, история отчаянного ветеринара о самых экзотических пациентах. Очень всем ее советую к прочтению. Интересная, кто увлекается животными. А уж тем более, если вы хотите у себя какое-то экзотическое животное завести, то обязательно читайте. Достаточно интересно автор все объясняет, рассказывает, кого можно содержать дома, кого нельзя, для кого какие условия должны быть. Созданы какие у кого бывают болезни. Очень хорошая, хоть она и не красочная, а такая не привлекающая внимания, но содержание потрясающее у книжки. Далее вот такая энциклопедия от Эксмодетства. Животные. Она такая простенькая, такая, я бы сказала, классическая энциклопедия. Но что мне здесь понравилось, что все животные поделены по группам. Млекопитающие, присмыкающиеся земноводные, птицы, морские животные, насекомые, пауки. Такая она для систематизации знаний, для представления, на какие вообще типы делятся животные. И здесь фотографии, здесь не рисунки, здесь именно реальные фотографии животных. И самые такие основные, самые базовые виды собраны. Например, кошки, собаки млекопитающих, медведи, какие бывают. И совсем так немного информации. Но в принципе для ребенка, для дошкольника самое оно. Тут как бы больше и не надо. Если про кого-то хочется больше, то всегда можно дополнительно посмотреть, почитать. А это такая вот как основа для занятий на тему животных. Очень неплохая энциклопедия и бюджетная достаточно. И еще две такие вот книжечки. Егор Белько. Веселые научные опыты. Значит, здесь одни у нас эксперименты с растениями и солнечным светом. Другие с водой, воздухом и химическими веществами. Очень бюджетные какие-то книжки. Буквально 100 рублей. Я, честно говоря, думала, что это больше какие-то журнальчики будут. Но это полноценная такая книга в твердом обложечке. Не знаю, почему они так дешево, так бюджетно стоят. Здесь очень классные разные опыты. Ну, например, сразу лабиринт с картошкой. Чтобы если картошку поместить в коробку, сможет она дорогу по лабиринту найти или нет. Прививка с помощью жвачки. Вода из растений. Я мельком, конечно, не все я смотрела опыты, не все эксперименты. Мельком пролистнула. Но очень интересные здесь задания. Вот это вот с растениями на лето. Вообще просто супер книжка. Ну и вторая тоже, в принципе, все опыты, все эксперименты достаточно хорошие и интересные. Не понимаю, иногда есть такие книги, знаете, прям очень интересные, очень хорошие. Но при этом прям за копейки продается. Поэтому я, конечно же, нам взяла надписи рисунки на плодах, как можно сделать. Насос из моркови. Ростки рвутся на свободу. Муравьиные художества. У меня ребенок, кстати, очень все такое любит. Всякие опыты, эксперименты. Это его хлебом не корми, да, и что-нибудь такое поделать. Ну и здесь, соответственно, то же самое. Но здесь больше уже разные опыты. Такие, как химические получаются. Видите, этот аммиак, медный купорос такой, но чуть, мне кажется, на постарше. Ну, опять же, сода, уксус, да, как химики надувают шарик. Вот этот опыт. Аптечный вулкан. Интересный. К школе пригодится, мне кажется. Вот мальчишкам в школе замечательно. К урокам химии дополнение. Разноцветный букет, как покрасить цветочки, да, как делают крашеные цветы. Тоже интересно, мне кажется, купить какую-нибудь вон гвоздичку или там розочку. И посмотреть, окрасится, не окрасится. Змея из таблетки. Голубой платок. Вулкан из сахарной пудры. Медные гвозди. В общем, здесь больше химия, здесь больше биология. Такие с растениями, эксперименты. Далее, вот такой вот набор от Буква Лэнд. Путешествия вокруг Земли. Что здесь есть? Значит, есть здесь вот такой вот плакат. Собственно, с картой мира. Но, что мне не понравилось, он весь такой прям перемятый. Сильно помятый. Конечно, Буква Лэнду с их стоимостью можно простить. Такую помятый снова. Не очень, конечно, приятно, когда материалы мяты. Собственно, вот сами наклейки здесь по континентам идут с животными, с разными. В основном с животными. Ну и некоторые достопримечательности. И есть еще вот такие визы. Визы, я так понимаю, пригодятся нам, чтобы заполнять вот такой паспорт путешественника. Вот это, конечно, интересная, здоровская тема. Вот, собственно, ребенок может заполнить и поставить себе какие-нибудь, приклеить наклеечки, место для визы. Ну и, конечно, тетрадочки на каждый континент здесь по тетрадке. Такая базовая информация здесь собрана для малышей. Вот возраста моего ребенка от 5 лет самое оно. Да, вот какие-то базовые, базовые самые моменты. Я не хочу его очень сильно сейчас грузить как-то географию, очень глубоко погружаться. Но вот этого в 5 лет, мне кажется, вполне достаточно. Такая общая информация. Растения и животные, достопримечательности. Канада, Аляска и Гренландия, Мексика, США. Ну и вот, добро пожаловать. То же самое Европа. Все то же самое. То же самое Африка. Подобного плана вся информация. Местные жители. Египет в древности и сейчас. Великие пирамиды и сфинкс. И хоть информации немного, в принципе, мне тут, я какую-то книжечку из этих листала, мне понравилось. Все замечательно. Изложено как надо. Немножко всего, если есть желание, можно дополнить. А как базу взять вот для знакомства, скажем так, с географией, вообще с картой мира, мне кажется, идеально. Это Южная Америка, Австралия, Антарктида, ну и Азия. Уже все пролистывать не буду. Я думаю, содержание, в общем-то, понятно. И последнее, что я сегодня хочу показать, это два набора алмазной мозаики. Увлеклись мы совместно с ребенком этой темой. И ему нравится, но он, правда, очень быстро устает. И ему необходимо, как оказалось, только круглые стразы. Я не знала, что есть такие принципиальные различия между круглыми и квадратными. Но вот как показал опыт, ему нужны круглые стразы. В общем, заказали вот такую вот от фирмы Бриллиард. Почему выбрала? Потому что мне знакома вот эта фирма Эмпо Студия по вышивке. Я как-то ей более или менее доверяю. Поэтому вот алмазку тоже решила от этой фирмы заказать. Ну, такой, в общем-то, неплохой наборчик. Мы уже его начали делать. Что мне здесь понравилось, что стразы все пронумерованы, рассортированы. В общем, стандартный этот стилус, стандартная вот эта клейкая штучка. И поддон для страз. Ну и, собственно, вот сама картина. Мы уже приступили к работе. Немножечко так повыкладывала небо, поделала уже. Приятно, но я не ожидала, что ребенку будет тяжело. Не в том плане, я понимала, что сам он ее, конечно же, всю работу не сделает. Я понимала, что это по большей части буду я делать. Но ребенку очень тяжело выкладывать именно квадратные стразы. Они у него так вкривь в кость идут и не очень получается. Мы вообще хотели как воспоминания, скажем так, о нашей поездке. Вместе выложить вот такой вот наборчик с горами. Тоже мы были в горах, тоже катались на подъемниках. Вот на всех на этих. И вот как воспоминания хотели о поездке сделать. Но ребенок тут практически ничего делать сам не может. В основном, конечно, это все сделаю здесь я. Потому что у него прям как-то кривенько получается с квадратными стразами пока что. Поэтому я ему тоже заказала наборчик. Тоже в память о поездке. Он такой же, более детский. Вот с такой вот ламой. Но для нас это не лама. Для нас это альпака. Потому что в поездке мы тоже познакомились с такими животными, как альпаки. Очень они нам понравились. И вот будет он уже сам выкладывать. Потому что здесь и наборчик поменьше. И стразики уже все, посмотрела, круглые идут. Причем они здесь разных размеров. Есть вот побольше стразы такие, покрупнее. А есть помельче. Это тоже здорово. Вот с круглыми у него более-менее. И есть вообще вон большие, совсем большие такие крупные. Вот такое вот изображение. Чудесная наша альпака. Конечно, я не думаю, что он прям возьмет там тоже за раз все, выложит, все сделает. Но что-то он тут точно поделает. Какие-то части. Например, вот как показал нас опыт, он за раз где-то вот примерно ушко такой альпаки может сделать. Потом уже устает. Ну где-то я помогу, если что. И что еще мне очень понравилось. Здесь есть сразу в комплекте рамка. Сразу весь набор можно выложить и оформить в эту рамку. По-моему, очень круто, очень здорово. Не нужно потом думать над оформлением. Посмотрю. Там мне еще понравились сюжеты тоже детские. Возможно, еще нам впрок возьму. Как-то очень бюджетно стоили. Порядка 200 рублей. Качество, мне кажется, очень неплохое. Ну вот не знаю, как сам клеевой слой, но по крайней мере по виду, по наполнению выглядит все хорошо, все замечательно. И они еще, знаете, что положили в комплект? Ну, понятно, стилус. Вот этот клейкий слой. А они еще где-то, я видела, положили рассортировать стразы пакетики. Тоже здорово, потому что, так понимаю, тут отрезаются. А вот там вот эти зип-пакетики еще отдельно есть, чтобы стразы отсортировать. Вот такое у нас сегодня получилось с вами видео, вот такой обзор. Надеюсь, что-то для себя интересненькое увидели, нашли. Спасибо всем за внимание и до свидания.